Я хотел бы поговорить сегодня о таких проблемах психоанализа, о которых не так часто говорят, так как обычно психоанализ либо превозносит, как чудодейственное средство, панацею от всех век, обычно это происходит в юнгиарском дискурсе, либо огульно поливают грязью, чаще всего в журналистике, хотя бывали подобные выпады и в философской литературе, причем даже в серьезной. Я же занимаю позицию, однозначно принимающую психоаналитический взгляд на мир, но в то же самое время, как, к примеру, любой истинный патрион должен не восторжен упиваться своим государством, а предлагать конструктивную критику по его улучшению, также и я наверен сегодня наметить определенные пути пересмотра психоанализа, или по крайней мере указать на направления, в которых данный пересмотр может быть произведен. Не будучи психоаналитиком, а лишь используя психоаналитический аппарат в своих культурологических и искусствоведческих изысканиях, мне в чем-то легче, чем профессиональному психоаналитику заметить и выявить определенные слабые места данной системы, а проработка этих слабых мест и выстраивание на их позиции новых, более эффективных способов функционирования уже на практике сеттинга, это уже будет дело специалистов-психоаналитиков, на чей статус я не претендую, никогда не претендовал, я не собираюсь претендовать и претендовать. Если мы обратимся к истории психоаналитической мысли, то может показаться фантастическим то, что на первых порах существования техники психоанализа исцеление пациентов происходило в разы чаще, чем сейчас, а главное, намного быстрее. Я имею в виду прежде всего не практику самого отца-основателя, то есть Зигмунда Фрейда, который скорее послужил для этих чудодет действенных исцелений отправной точкой, чем собственных агентам, я имею в виду практику его первых учеников, ну, к примеру, Шандера Ференса и Карла Густава Юнга. Если верить тем свидетельствам, которые для нас сохранила история психоанализа, то кажется невероятным, как стремительно шел процесс включения некоторых пациентов в анализ, и как быстро происходила нормализация психического недуга. Слово аналитика действовало на манер истории издеяния апостола. Однако, уже в послевоенные годы, я имею в виду Вторую мировую войну, конечно же, возможно даже и ранее, ничего подобного уже встретить абсолютно не удастся. Это отмечают не только современные историки психоанализа, но на это указывал уже вполне определенно Жак Лакам, причем даже в самых ранних своих семинарах. И, то есть, фрейдистская мысль в послевоенный период входит в зону стагнации, и, в общем-то, чем больше она нормализуется, тем в меньшей степени она выполняет своими непосредственными функциями, то есть функцию лечения психически нездоровых пациентов. Впрочем, самому Лакаму еще удавалось проводить успешные сеттинги, иногда даже фантастически успешные, которые действительно очень быстро и очень эффективно изменяли психическую жизнь анализанта. Но для этого, как, надеюсь, всем известно, Лакаму пришлось не просто работать с уридистским аппаратом, а по сути создать принципиально новую методологию и выстроить даже совершенно иную концепцию строения субъекта, его психики, и даже не столько самого субъекта, сколько социокультурного пространства в целом. Однако, сам Лакам настаивал на том, что он всего лишь очень хорошо читает Фрейда. Это для нас важно, потому что это подчеркивает то, что он не рассматривал свой пересмотр, свою ревизию, как создание действительно чего-то абсолютно нового, а лишь как достаточно кардинальную смену взгляда на ту же самую практику. То есть Лакановскую практику нельзя считать не психоаналитической. В наши дни мы наблюдаем и вовсе полное истощение в работе классического психоанализа. Я бывал на супервизе в контексте МААП, конференции, и там можно было увидеть и услышать такие примеры, когда в течение едва ли негодичного сеттинга изменения в психическом состоянии пациента, его вхождение в психоанализ было фактически равно нулю. Можно было, конечно, сделать из этого выводы о некомпетентности психоаналитика, но я не буду делать столь опрометчивых обсуждений, хотя и признаю, что в чем-то, в каком-то смысле аналитик, конечно же, виноват в той ситуации, в которой находится психоаналитическая практика в наши дни. Что это за ситуация? Я предложу вам в качестве метафоры один образ, который, возможно, будет полезен для смещения нынешней точки зрения на психоаналитические студии. Если представить себе сознательное, не как чудесное место, где сокрыты все тайны мира, а как вирус, то, возможно, такая метафора поможет понять и то, по какой причине одно и то же средство противодействия этому в кавычках вирусу постоянно, если использовать одно и то же средство, оно просто перестает работать. Вирус просто вырабатывает своего рода иммунитет к данным методам противостояния. Это, естественно, не более, чем метафора, но она хорошо способна прояснить ту историческую кривую, которую описывает процесс действенности психоаналитических методов. Наиболее эффективно психоанализ работал тогда, когда его методология претерпевала определенные достаточно радикальные изменения, как в случае с системой Юнга, системой Ференции и системой Жака Лакана. Переосмысление, то есть изготовление нового типа в кавычках вакцины, если обратиться к нашей метафоре, всегда сопровождалось повышением эффективности сеттинга. Следование же по аппаратуренной дорожке, то есть использование тех же самых средств, что использовались в предшествующие десятилетия, всегда снижало уровень эффективности. Безусловно, полноценных статистических данных у меня нет. Я лишь основываюсь на мнениях и трудах психоаналитиков 20-21 веков. Но, если мы стоим на позиции психоаналитической, а не пихиорийской или социологической, то, безусловно, для нас важнее будет это во многом обоснованная видимость, чем точные столбцы статистических данных, которые зачастую позволяют прийти к ложным выводам. Выходит, что если принять в качестве одного из инструментальных допущений, метафору о гирусе, то это позволит многое объяснить в истории психоанализа и наметить целый блок перспектив его развития. Так, в данном случае, более не покажется грубым преувеличением кредо-трейда, где было «ид», там станет «эго». Эту фразу принято критиковать традиционно всеми юнгианскими аналитиками. Но, действительно ли она уж столь ошибочна? Ведь здесь не говорится, что на месте «ид» станет то же самое «эго», которое было у человека до открытого столкновения с бессознательным. Если мы продолжим метафору с вирусом, то после столкновения с каким-то вирусным заболеванием в этом человеке тоже может выработаться своего рода иммунитет на него. И в данном случае, после открытого контакта с бессознательным контактом, катастрофического или, по крайней мере, драматического, возвращающегося назад эго-пациента, не является тем же самым. И здесь, в данном случае, постановка этой метафоры в качестве инструментального допущения позволяет упразднить ту границу, тот рубикон, который обычно отделяет юнгианский тип аналитического знания от вредистского, то есть отношение к бессознательному, как к тому, что способна упрочнить, укрепить личность субъекта в юнгианском дискуссии, да, то, что контакт к бессознательному облагороживает или даже позволяет стать личностью более сильной. А в случае же с вредистской мыслью, это то, что нужно, от чего нужно избавиться, чтобы субъект на уровне сознания мог максимально функционально выполнять, в общем-то, свои субъектные функции. Если мы в качестве, опять же, всего лишь инструментального допущения вводим эту метафору, проблема разделения на фуентистское и юнгианское, по крайней мере, по этому параметру полностью снимается, потому что, безусловно, контакт с вирусом укрепляет организм в том смысле, что он вырабатывает иммунитет на этот вирус, но в то же самое время это вовсе не значит, что в этот вирус надо с ног с головой кинуться. Окунуться это приведет, конечно, к, возможно, даже необратимым последствиям. И таким образом протягивание руки бессознательному, как другу, советнику и так далее, которая практикуется в некоторых современных псевдо-юнгианских школах, а также в популярной массовой психологии, может оказаться на самом деле занятием весьма рискованным. Потому что одно дело, когда человек получает инициативу, дабы более не страдать от чего-то, что вторгается в его сферу, а другое дело, когда он в эту сферу ныряет. И, в общем-то, критические прецеденты утраты я в бессознательном можно встретить, обратившись к, в общем-то, пациентам любой психоатерической лечебницы. Обязательно в какой-нибудь из них найдется полностью прастроленный в этом самом иц. То есть делать из бессознательного, однозначного друга не стоит гарантированно. Выходит, что, соответственно, чтобы не давать вирусу бессознательных содержаний прорываться в успешную работу сознания, для эффективного функционирования психоанализу требуется все время обновлять арсенал своего инструментария, то есть свою методологию. Это и есть своего рода апгрейд вакцины, которая позволяет постоянно противодействовать, не уничтожить пассивов, это невозможно, а всего лишь противодействовать излишним его напору. Безусловно, что-то из того, что вырабатывает методология новые методы, не приживется и покажет свою неэффективность, но, на мой взгляд, именно в этом и заключается самая суть, то есть сердце психоаналитического взгляда на них, это в самой возможности пересмотра. И не случайно назвал сегодняшнее мое выступление пересмотром психоанализа. В данном случае это трактовать можно по-разному. Это речь идет не о моем пересмотре, а скорее о пересмотре, который осуществляется в рамках психоанализа. То есть сам по себе психоанализ, чтобы успешно функционировать, нуждается в постоянном пересмотре окружающей его действительности. Именно этим он может противостоять тому, что мы сегодняшнем нашем докладе будем условно называть вирусом. Повторюсь еще раз, это всего лишь метафора, не нужно из этого делать никаких долголетущих выводов. То есть умение сменить точку зрения, умение занять такую позицию, которая раньше просто не существовала, это и есть святая святых психоаналитической методологии. И как говорит современный наш философ, наш современник и соотечественник, это петербургский исследователь психоанализа Александр Смулянский, собственно, именно интерпретация и ответственность за интерпретацию не позволяют отличить психоаналитическую практику от непсихоаналитической. То есть это не значит, что там, где мы встречаем интерпретацию, мы обязательно попадаем в сферу действия психоанализа. Нет. Но там, где мы не имеем дело с интерпретацией, мы гарантированно находимся вне психоанализа. Какие же пути следует искать современным психоаналитикам? Таких путей может быть множество. Я же, чтобы не быть голословым, предложу всего один. Не претендуя на то, что он окажется действенным в реальной психоаналитической практике, но он может выступить в качестве примера для дальнейшей проработки подобных методов в психоаналитическом сетинге уже. Как известно, до появления психоанализа его функции исполнял целый ряд социально-общественных институтов. Как легитимных, вроде исповедника или духовника, так и нелегитимных, вроде гадателей, релицателей, всевозможных гуру всех мастей и так далее. А в более хаичной эпохе те же самые гадатели, релицатели и шаманы, в общем-то, попадали в группу вполне легитимных членов общества. В наши дни достаточно модно обращаться к религиозно-эзотерическим практикам и интерпретировать их в свете аналитической психологии или даже психоанализа. Путь к этому проложили еще отцы-основатели и Зигмунд Фрейд со своими тотемами Таву и Моисея, и Кангуст Абют в еще большей степени со своими исследованиями кундалини-йоги и алхимического эзотеризма. В последнее время появляются и методы использования в аналитической практике даже как РО. Достаточно обратиться к работе кандидата философских наук Максима Бекулюкова, а в Кангуст психотерапии и консультирования, чтобы убедиться, что даже научный дискурс не пресвует уже такими способами обновления психоаналитического знания. Но вот в чем особенность всех подобных работ. Все они интерпретируют древние источники до психоаналитической мысли в свете открытий психоанализа. То есть, если очень упрощать, то содержание данных исследований выглядит примерно так. Вот тебе анима, вот тебе эго, вот тебе тень, а вот тебе архетип играющего ребенка. То есть, эти исследователи допускают то, что в философской и исторической методологии называется анахронизмом. То есть, несоответствием терминологического аппарата выбранному феномену и его времени. Анахронизм не всегда является катастрофой на самом деле. Подчас он просто необходим и способен в качестве метафоры дать важные сведения и даже послужить опорой в реальной научной практике. Но чаще всего анахронизмом злоупотребляют. В психоанализе же он плох тем, что по сути, если продолжить нашу метафору с вирусом, он не является изменением самого состава лекарства против этого вируса, а является изменением цвета таблетки. И не более чем. То есть, ничего нового, кроме видимости нового, такие штудии, в общем-то, в себе не несут. Ибо можно сколько угодно обращаться хоть к древнему Египту, хоть к древнему Китаю. Если вы видите там аниму и тень, значит, вы используете тот же самый метафорологический аппарат. Я же предлагаю со своей стороны обратиться к прямо противоположному подходу. То есть, попытаться обогатить или даже вовсе переосмыслить психоаналитические методы за счет внедрения методов прошлых веков в их изначальном аутентичном варианте, но никак методы работы с психикой современного субъекта. Это, увы, к сожалению, абсолютно невозможно. Человек от эпохи к эпохе меняется. А как выработку точки отсчета для смещения потенциальной позиции аналитика применительно проблеме, обозначенной анализатором. Последние 10 лет основным интересом моих научных изысканий были европейские символические системы. Тема, которую я разрабатываю в своих книгах. Две из них есть в свободной продаже. Это первые два тома готовящегося большого семитомного издания по данной проблематике. Исходя из моего опыта проработки символических систем, изучения их исторического контекста и принципов культурального функционирования, мне удалось заметить некоторые особенности в том, какую роль они играли в каждой конкретной эпохе и какую роль могут сыграть в нашем мире. Под символическими системами я принимаю организованные ряды образов метафор, которые обладают достаточно жесткой структурой в контексте определенного исторического периода и имеют отношение к антологическому статусу субъекта своего времени. Естественно, в поле моих исследований попали и карты Таро, как одна из наиболее известных и живучих европейских символических систем. Как я уже говорил, старшие арханы Таро с недавнего времени используются в современном аналитическом сеттинге и даже популярной психологии. Однако, я хочу предложить нечто иное, чем просто дать более корректную трактовку образного ряда и смыслового значения тех или иных арханов. Это желающие смогут прочесть в моих двух монографиях, а повторяться я, в общем-то, не люблю. Я бы хотел сегодня предложить метод, который практиковался в 18-м столетии в таких ситуациях, которые современный психолог назвал конфликтными или даже констелляцией противоречий. Причем предложить его именно в том виде, в котором он использовался в эпоху Просвещения. Дело в том, что спонтанная интерпретация символических систем и в карте Таро в частности хороша ровно настолько, насколько мы осознаем, что получаем ответ не столько о рассматриваемом нами материале, сколько о нашем современном взгляде на нее. То есть в данном случае меняем инструментарий, но не меняем методы. А как я уже говорил, методы аналитической психологии и психоанализа нуждаются в постоянном пересмотре. Ну, приведу любимый мой пример. Так как юнгианские аналитики очень любят лезть в групп по анализу, по анализу химических гравьев уже полез сам отец основатель данной дисциплины, да, и теперь они уже лезут и в древний Египет, и чуть ли не в шуме ракад, но вот. И как это обычно интерпретируется? Сугестирует. Ну, если совсем упрощать, то интуитивно. Хотя это не совсем одно и то же. Сугестия – это внушение. Что вам внушает данное изображение? И используется для этого все тот же самый юнгианский аналитический аппарат. Так и вот, по поводу интуитивных интерпретаций. Если вы полезете к классическим миниатюрам 13-14 века европейских, то обратите внимание, что там использовался достаточно часто голубой и синий цвет в качестве фона. Не раньше, а именно вот в 13-14 веке. Раньше, как раз, не найдете. Ну, что делает вывод, какие юнгианские аналитики? Что вот некое аскетичное мировоззрение эпохи отразилось вот в определенной холодности фона этих миниатюр. Ну, достаточно вспомнить тех же братьев Линбов. С их великолепным часослором. Так только вся проблема в том, что, если мы обратимся к исследованиям медиевистов, то окажется, что в эту эпоху синий цвет и голубой, в частности, был самым теплым цветом во всей цветовой шкале. То есть ничего теплее не было. То есть это был аналог современного красного. Все, конец интуитивной интерпретации. Вот это и называется анахронизм. Я привел достаточно отдаленный пример, но я бы мог привести вам примеры вплоть до начала 20-го века. Это мы допускаем такой же самый анахронизм. Об этом подробнее вы можете прочесть в работах видного современного историка средневекового искусства Мишеля Кустурова. В частности, в его книге «Синий». Она, в лад, есть на русском языке. Есть и черный, и зеленый даже уже. Так что те, кто хотят подтверждений моих слов, могут обратиться к первой источнике. Но в данном случае примеров таких можно приводить массу. То есть интерпретация интуитивная дает не знание о том, что несет с собой этот артефакт, а знание всего лишь о нашей эпохе, нашей психике. То есть о наших, а не о средневековом. И естественно, если вы носитесь везде с аппаратом под названием «Юнгьянский», вы его везде видите. Это как бы очевидно. То есть если вы смотрите через очки, то очки вы тоже видите. Если вы думаете, что контуры очков относятся к самому по себе миру, то в общем-то это и есть ошибка. Поэтому в данном случае использование различных культурных пластов в том же самом дискурсе, дискурсе юнгьянском или проедистском, в общем-то он обновляет фантик, но не обновляет саму методику, при помощи которой психоаналитик пытается решить проблему анализанта. Культура человеческая развивается пластами, она развивается достаточно большими рывками, она находится в постоянном изменении, и поэтому пытаться найти какие-то, скажем, сходства между человеком Ренессансом и человеком XXI века, ну в общем-то это то же самое, что пытаться найти сходства между любыми никак не связанными между собой. Но в любом случае, по крайней мере, наш взгляд это объединяет. По крайней мере. Современная нам эпистема, современная нам эпоха началась с появлением глобальной сети интернет. Как положено, когда меняется эпистема, этого никто особенно не заметил. И в общем-то все культурные модели, все символы, которые сложились до этого момента, а собственно это почти все, они в данный момент уже либо не работают, либо работают не так же, как работали прежде. Эти изменения могут казаться на первый взгляд незначительными, но поверьте, на уровне символики, на уровне культурального функционирования символа незначительных изменений не бывает. Аплификации иные, и все, это другой символ. И в данном случае я хотел лишь показать то, что не смена антуража, не смена декораций, не смена того, к чему обращается психоаналитик, должна стоять во главе угла для обновления психоаналитической мысли, а как раз смена точки зрения, точки зрения, если угодно, в лебедницовском понимании этого слова, но никак не того, на что этот взгляд падает. Это в общем-то вторично. Первично сместить сам, самую точку. Или выработать новый инструментарь. Просто есть и еще на самом деле одна очень важная проблема, которая затрудняет функционирование психоанализа. Это проблема слишком широкого распространения в массах его аппарата, то есть он слишком растиражирован. Приду вам в фрагмент цитаты из теоретикой культуры, из крупнейшего архитектора наших дней, из Рэма Холхаса, который высказывается, правда, более обобщенно, его не интересует психоаналитическая мысль, его интересует культура в целом, но, в общем-то, сделать выводы нужные из его цитатов вполне можно. Что пишет Холхас? Дело не только в том, что доля символического капитала исторических памятников, причитающиеся каждому при стабильно растущем населении, становится все меньше и меньше. История, кроме того, обладает неприглядным свойством распадаться, подобно радиоактивным материалам. Чем сильнее ее эксплуатируют, тем менее значимой она становится. Примерно то же самое происходит и с психоаналитической методологией. Когда психоаналитическая методология, что называется, пошла в народ, она становится все менее и менее действенной. И о том, что это хорошо можно будет следить на примере психологизации, что художественной литературы, что фильмов, я имею в виду не того, что, допустим, психологизации уровня Достоевского. То есть Достоевский предлагает вам не психологизацию, а психологизм, он предлагает конфликтные ситуации, которые действительно очень глубоко продуманы, и которые действительно могли бы в таком виде произойти. То есть они выверены. По психологизации я понимаю нечто иное. Когда в самом произведении дается психологический комментарий на сюжет. Вот что такое психологизация. То есть когда авторы пытаются использовать психоаналитическую методику, и, получается, провозглашают себя психоаналитиками и проводят сеттинг со своими же персонажами. Это можно проиллюстрировать хорошо на достаточно известной коммерческой киносаге в оставшиеся зоны. Их блага делаю очень много, они захватывают большой исторический период, и поэтому это достаточно удобно сделать на этом материале. Так как, в принципе, на жанре хоррора, в частности, это отдельный тем. Первая тетралогия относится к 80-90-м годам и решена исключительно спектакулярно. Это театральное действие, которое никак не объясняется психологически, и, так скажем, это искусственное искусство, которое так высоко ценил Жан Бодриан. То есть это искусство в своей правильной форме. Когда мы отвечаем, что вот этот спектакль, он поставлен как спектакль, и, в общем-то, ничего связывающего и перетекающего в нашу обыденную жизнь в этом спектакле нет. Это метафора. И мы понимаем, что это метафора. Начиная со второй тетралогии этого цикла, которая относится уже к нашему времени, к 2000-м годам, не помню точной дате, но 2001-й. К каждому фильму прилагается не только сюжет, но и его психологическое объяснение. Где каждое действие должно в какую-то вполне логичную и никак не связанную с фантастикой, уж тем более спектакулярностью, форму перерасти. То есть в конце фильма нам должны по полочкам объяснить, а как на самом деле все было, и почему оно так было. И мы должны поймать, так скажем, нас за ниточку и понять, а, так вот где мы попались. А значит, наша психика работает и так, как нам казалось. То есть используют арсенал, который, в общем-то, использовали психоаналитики на протяжении почти сотни лет до этого. Таким образом, растиражированная психоаналитическая практика, в общем-то, стирается и, как и пишет Полхас, распадается как радиоактивные элементы на свои элементы, и исчезает ее действие. То есть если сейчас человек приходит к психоаналитику, на 90% он уже знает, что он ему скажет. Поэтому он даже будет знать точно, какие методы он будет употреблять, и будет даже удивляться, если он чего-то не сделает. Может подсказывать еще. И, в общем-то, не претендуя на какие-то откровения, и, как я уже сказал, не претендуя на то, что это может оказаться результативным анализом, я это никогда не предполагал, я лишь предлагаю вам версию решения проблемы, как она разрешалась на кануне Великой Французской революции, тогда не было психоаналитиков, тогда были гадатели, предсказатели, к которым обращались в критические ситуации. Понятно, что человек просто так предсказательно не пойдет, человек идет только с какой-то существенной проблемой. И, в общем-то, так как это относится к сфере моих научных интересов, моих научных изысканий, я приведу вам в качестве примера четыре классических образа из аутентичной версии Торо и Тейлы. Это символическая система, созданная в 80-е годы 18-го столетия. Это будут изображения из коллекции Парижской национальной библиотеки, национальной библиотеки Франции, но они значительно отличаются от более поздних изданных карт, которые приписываются этому оккультисту. И я бы хотел не проинтерпретировать эти изображения с точки зрения юнгианского или фрейдерского, или любого другого адлеровского аппарата, а услышать, попытаться услышать их собственный голос, который, можно ли его как-то адаптировать к современной практике или нет, по крайней мере, он может каким-то образом сместить точку отсчета на то, что есть такая проблемная ситуация и как ее, в принципе, можно решать. Первая карта, вы ее видите вот здесь, демонстрирует то, с чем, как правило, в анализ пациент приходит. Ну, раньше приходили прорицатели. Это ситуация отчаянного вопрошения. Смешение мыслей, неразрешимый конфликт, где все окружающее есть мутабельность облаков, а в центре зияет пустота неразрешенности. Эта карта у ЭТН изображала вопрошающего и его изначальную ситуацию, которую я именую отчаянное вопрошение. Эта ситуация крайнего напряжения и тотальной неясности получила в данной системе наименование хаоса. И эта карта сменяется в следующий, которая олицетворяет собой предельную ясность и открытость и именуется светом. В наши дни нам кажется, что именно этот путь исследует пройти в анализе, как и в решении любой проблемной ситуации. Однако в эпоху Этейлы это лишь бы ложный путь, не решающий реальную проблему, а лишь временно прикрывающий ее решением. Либо, если это и можно назвать решением, то такое решение в XVIII веке назвали бы катастрофой. Если в Афгане хаос мы не имели никакого решения, мы имели лишь тотальную мутабельность, которая ни во что не складывалась, то в следующем Афгане мы имеем абсолютную ясность, но это ясность фанатика. Это тогда, когда человек получает одно единственное решение для проблемной ситуации и вокруг не видит больше ничего. Он видит только это решение. И, в общем-то, повторюсь, сейчас очень часто, особенно в популярной психологии, вы можете встретить, что, в общем-то, это и есть цель выпутаться из неясности и попасть в сферу ясности. Повторюсь, для Итейла никаким решением проблемы это не было. А это любопробно. Это было не так уж, да, но... Следующий Ахан, который у нас будет следующей ступенью в разрешении этого конфликта, называется растения. И здесь я не буду вам объяснять, каким образом я пришел к интерпретации этих изображений. По этой карте по каждой из них можно читать их трехчасовую версию по их символизму. Но если вы обратитесь даже элементарно к фразам из Ветхого Завета или из Торы, на которые, на самом деле, эти карты отсылают непосредственно, ибо я срезал их боковые части, где было написано, в том числе, каким дням творения это отсылает. Я это отрезал не случайно, просто я вам показываю только первые четыре, чтобы вас окончательно не запутать, а там будет непрямая нумерация, а перекрестка. Я это убрал. Так вот, третья карта Итейна отсылает к дню творения, когда сотворил Бог растения и травы. И в данном случае, когда речь идет о этом событии, в тексте библейском первый раз мы встречаем слово по виду их, то есть отсылающие многообразие. Далее мы встретим его неоднократно, но до этого оно ни разу не появлялось, что позволяет сделать вполне некорректную интерпретацию о том, что по травме у Итейна мы имеем дело с многообразием. Если здесь был один-единственный ответ, ответ, который затмевал собой все остальное, то здесь эти ответы альтернативные начинают на субъекта падать просто как дождь. И каждый из них равноправен, каждый из них равнозначен. И таким образом мы приходим из ситуации, когда мы имели один-единственный ответ, к ситуации, когда мы имеем целый ряд ответов, между которыми невозможно выбрать. Они все подходят. Колоссальное многообразие не открывается. И в данном случае я позволю себе все-таки один анахронизм, потому что мне кажется, он может оказаться эффективным в данном случае, если сравнить вот эти два изображения с ключевыми для латановского дискурса понятиями истины и знания, то, в общем-то, мне кажется, это будет весьма результативно. Согласно латану, цитирую, истина это знание, не заведенное до уровня симптома. То есть истина это ослепление единственным ответом, который игнорирует любые иные формы решения этой ситуации. Обычно в качестве такого иллюстративного материала я привожу совсем уж такое некачественное кино, но просто один эпизод из него эталонно демонстрирует ситуацию. А так как у меня нету цели приучить вас к актерскому пневматографу, а цель показать хороший материал, то, в общем-то, я остановлюсь именно на этом. примере это пример из такого достаточно низкого качества слэшера, который называется коллекционер 2, но там есть один эпизод, в котором в подвале в темном висит лампочка, она очень-очень яркая, но она почти всегда в выключенном состоянии находится и очень редко она мигает. Мигает она спорадически, она не системная. В этом подвале это подвал особняка, которому принадлежит собственно маньяку, как во всех обычных фильмах по типу слэша, который по одному убивает попавших туда людей. И главный герой этого фильма тоже находится в этом подвале. вся прелесть заключается в том, что казалось бы освещение этой лампочки вот он Аполлонов свет, это и есть истина, когда мы видим кто правда находится на каких местах, диспозицию, а оно не только не помогает им одному сбежать от другого, другому соответственно его поймать и убить, но оно запутывает и героя, и его антагонистов. То есть даже владелец этого подвала никак не может поймать свою жертву, как раз потому что каждый раз когда высвечивается эта лампочка, каждый реагирует на предполагаемые действия другого по-разному. И они находятся все время по-разному достаточно на большом расстоянии. В конце концов решение гениальное в этом фильме найдя, на самом деле вот эта сцена действительно стоящая. Главный герой просто закрыт глаза идет интуитивно. И ему удается выйти из этого подвала. А собственно владелец подвала по-прежнему ориентируясь на этот цвет лампочки который очень редко загорается и поэтому он настолько ярко загорается что после его выключения вы не видите низги он соответственно остается благополучно ни с чем. Вот хороший пример для иллюстрации как понимается истина в лакановском дискурсе. Это совпадение факта и утверждения о нем которые игнорируют все возможные лейнерсы. Совпадения есть, ответы, симптомы есть. И в данном случае повторюсь это естественный анахронизм я не претендую на то что и Тейла выставлен в таких категориях но в общем-то параллель вполне уместна. Это единственная точка зрения ответ на вопрос но это полумера после которой наступает то что в лакановском дискурсе называется знание знание это все многообразие этих точек зрения то есть знание которое само себя не знает но безусловно принять эту точку как точку отсчета невозможно то есть нельзя пользоваться сразу всеми точками зрения это просто абсурдно это не выйдет не так и гениальное совершенно решение предлагается в этой системе это полноценная как раз символическая система как я уже сказал после того как произведена первичная интерпретация дан на вопрос об опрошении конкретный ответ после того как на уровне опять же рационального продуманы все альтернативные ответы равноположенные предшествующие только что произведенной первичной интерпретацией после этого обращение происходит к внутреннему выносу здесь мы видим изображенное на карте небеса Анни Мунди которая льет свои воды на землю и в данном случае это классический образ изображения души там даже бабочка наличствует так как отсылка греческой литературе в эпоху классицизма очень значительно это в данном случае не натяжка это способ мышления классицизского и таким образом последовательность предлагалась следующая сначала рациональный ответ единый это фундамент потом попытка его расшатать опять же рационально чтобы сделать очень очень много версий равноправных с изначальной вот этой интерпретацией но потом из всего этого многообразия должен быть и рациональный интуитивный выход один единственный который невозможно сделать и правильно какой выбор не был произведен он окажется правильным в данном случае это отсылает к весьма такой занимательной всем известной делению буриданова масле если мы ее пытаемся решить рационально в общем-то она не решаема между столом два стола они абсолютно одинаковые и в общем-то выбрать какой из них предпочесть рационально невозможно и если пользоваться этой системой этой метафорой на уровне рационального мышления осен должен между этими двумя стогами сдохнуть от водки потому что он выбрать несложно но как вы сами понимаете ни один осен так действовать не будет он просто когда проголодается он пойдет к любому жизни к первому попавшемуся и вот именно такую же версию что любопытно предлагает эта система когда выверены все за и против когда отсеяны те варианты которые не дотягивают до основных когда предложено многообразие именно равнопродуманных ситуаций последующий выбор должен быть осуществлен интуитивно именно в таком порядке решить изначальную проблему интуитивно сразу же было бы невозможно скорее попытка ее решить интуитивно в общем-то клиент и попал в предсказатель это уже другая тема это у Леотара есть такая чудная книжка которая называется «Файли на евреи» в которой он говорит о том что как собственно складываются симптомы симптомы появляются тогда когда пациент пытается решить симптомы попытки разрешить проблему симптомы самостоятельно и складываются в симптомы это весьма любопытная временная петля получается но как показывает опыт целого ряда психоаналитиков пишущих которые свой опыт освещают в публикациях в общем-то нельзя не отдать должное этому философу которому удалось уплатить эту идею в общем-то именно с этим примером я хотел вас сегодня познакомить познакомить с версиями которых может быть на самом деле миллион таких версий которые в переработанном виде могут позволить современному психоаналитическому знанию вставать на иные позиции по типу вот третьей картинки если это знание не будет подходить если оно не будет работать в реальной практике незусловно его нужно отбросить но его нужно отбросить только после того как это будет действительно апробировано то есть моя цель была сегодня так как повторюсь у меня нет аналитической практики я не собираюсь ей заниматься у меня нету никаких неполномочий ни компетенции для того чтобы разрабатывать новые методы психоанализа но я попытался сегодня предложить смещение точки зрения на проблему не в сторону будущего а в сторону аутентичного прошлого то есть не проинтерпретировать эти изображения еще раз при помощи тех же средств как это делали юнгианцы или архетипическая психология психология созданная всевозможные ее ответвления на рубеже 20-21 века и так далее мне была цель предложить доаналитическую ситуацию и ее решение может ли быть это применено в реальном психоанализе это уже могут сказать только практики психоаналитики в любом случае это не смена антика а смена самой сущностной точки зрения в общем-то на который я хотел сегодня который привлечь ваше внимание у меня в общем-то все